Мы видим, да, в разных книгах, клады путешествий, то есть вот эта тема дороги, да, как это было, ну, очевидно, она тоже, да, сказанная таким, по сравнению проходит через промыслы, что последний, постоянно, цель, по мере, в Сирии, в древнюю историю, вы знаете, холмогорская гость, премиусское искусство, это центры, это Бойск, Рикутск и Чукотка, это промысл, который был в 19 веке, продавали морякам сувениры в виде таких фигурок животных, все это было поднято как раз, о чем я говорила, искусствоведами, художниками в 20-м, начале самого 20 века, когда надо было действительно спасать эту традицию, создавались артели, и вот началась постепенно такая научная работа, и течение кормить промыслов, поэтому у нас здесь как раз можно стилевую такую, увидеть на каждом центре, да, стилевую эволюцию, что у нас с одной стороны возникают темы 20 века, это вот редкие такие произведения, да, посвященные освоению Арктики, да, то есть такая генеральная тема о многих промыслах. Дальше, если мы посмотрим, уже когда шел дальше процесс освоения именно корней промыслов, благодаря сотруднику научно-исследовательского института, союза художников, Росситосетов, возвращались к традициям, да, корневые, и возникали вот такие, например, в 60-е годы, ну, немножко раньше, напоминающие, да, ларцы нам 18 века, хромоморские, да, которые делались для заказчиков, и природная тема возникает в 60-е годы во всех промыслах, да, отходят от каких-то ключевых тех, таких масштабных, да, связанных с войной, с победой, да, и какими-то другими, они возвращаются к таким природным темам, которые свойственны всем промыслам, да, вот эта связь природы и человека. Естественно, здесь у нас кожа, это как принцип показа, да, часть художественного проекта, некоторые экспонаты выделены в отдельные витрины, как такие вот секретики, да, вот здесь представлены шахматы всех как раз госторезных промыслов, и Табульска, и Якульска, здесь все, да, встречаются традиционные образы из мифологии, и мы здесь видим, как мастера как раз, следуя своей художественной традицией локальной, да, где-то в Чукольке, где-то, да, в Табульске или Якульске, они освещают вот свою традиционную культуру, и в таких действительно произведениях мы можем это увидеть, но и увидеть в то же время черты эпохи, как, например, вот это два, такая читальня, да, возникает у нас как раз в якутской резьбе по кости, да, здесь вот есть такие знаки и эпохи. С другой стороны, очень большое внимание мастеров делялось именно традиционным праздником, каким-то, да, труду, да, и так далее. Вы можете представить себе картину культурной ландшафт, которая за ним стоит. То есть здесь вот можно бесконечно рассматривать детали, благодаря художеству проекту буквально вот не видя стекла смогу, да, рассматривать все удивительные, какие очень удивительные подчаски. Вот, Хатькова, ну, просто смонтировали бабу где-то гену, а так, на самом деле, это самый молодой промысел, мы не могли его обойти стороной, потому что, естественно, удивительное явление, многие промыслы властники в самом 20 веке, как вы знаете, да, рождены были, и Хатькова, она как раз такая молодая арсель, которая была создана для, на самом деле, как сказать, тестирования, тестирования, можно сказать, нового оборудования, да, и там создавались, создавался свой стиль, да, на основе уже именно такого брамсовского, еще, да, вот этого круга, природные мотивы, такие подмосковные, в общем, действительно, эстетика своя, да, и Хатькова славится тем, что там совмещается, они искали свою изюминку, не копируя, они освоили, конечно, все, да, техники других центров, как в Мавор, в первую очередь, но они создали свой стиль, благодаря сочетанию дерева и кости, да, то есть, вот, создалась такая новая красивая история, которая продолжается до сих пор, я сейчас не буду говорить о современном состоянии промыслов, мы, конечно, такую капсулу времени сделали до 80-х годов, вот, мы понимаем, что дальше началась очень сложная история в 90-е годы, и сейчас, собственно говоря, музей стали, вот это как музей образцов, потому что, действительно, здесь образцы, здесь нету такой сувенирной продукции, да, здесь, действительно, авторские произведения, такие направляющие коллекции, символы времени, на которые могут опираться, их же нигде не показывали, а в книжках они все есть, да, в научной лестературе, могут опираться современные мастера, вот, вспоминая, да, на чем стоит, благодаря чему получали все награды, гордились, и не было вот этого твича, да, было, действительно, высокое искусство, им гордилась вся страна. Адаптация это уже в 60-е годы под художественную промышленность, это отдельная история. А сувенирские работали, да, буквально с достаточно, можно сказать, времен, и дальше, вот, мы после стекла и кости показываем лучшие образцы деревян, художественные обработки дерева, образцы. Хочу обратить ваше внимание, это наш бумаж, да, наша такая благодарность, эти вот две витрины, как мини-выставки исследователям и художникам промышленности, которые действительно сыграли огромный роль в развитии. Замечательный наш любимый Виктор Михайлович Василенко, профессор Московского социального инфестерта, искусственного ведущего, он комплектовал коллекции, допустим, мы можем на примере своей коллекции показать в развитии, да, что происходило с промышленностью с 20-х годов до 80-х. И вот хохлова, здесь она действительно для многих станет открытием, что это не в огромной лебеде или в самолёте, в зависимости от хохлова. На самом деле, это, во-первых, это древняя традиция, да, русскеси по дереву, ложки все помнятся, это всё начиналось, флажкарное такое, да, производство. Ну, далее, собственно говоря, в эпоху ещё кустарного музея в 20-е годы мы собновили свою работу, стали создаваться экспериментальные работы, вот вначале, наверное, на столе самобранки нашего, да, вы видели коня, прекрасного здесь у нас вот дракон представлен, база «Ленин», «Ленинизм живёт», да, автор Сергей Чехонин, это вот как раз та эпоха, когда художники кустарного музея, профессиональные, вот мы увидим потом ещё поднос Жостовский, да, по эскизу Телековского, вот художники, которые работали в кустарном музее, они создавали вот такие образцы в духе нового времени для Кромысов, для Жостова, для Хохломы, и поэтому здесь действительно встречается, можно сказать, агит, да, такие тарелки, как будто это агит-фанфор, вот такие вот замечательные росписи в духе авангарда, да, и при этом мы видим, что это действительно Хохлома, да, сливая традиция соблюдена, и вот здесь вот несколько таких работ представлены, мне вот очень нравится такой игрушечный набор, это здесь таких кустюков достаточно много, вот, я думаю, что дети, да, будут в восторге, но после вот этого экспериментального периода, как раз когда началось уже, началось изучение, да, на научной основе Института художественной промышленности вот этих традиций, да, в Хохломе, Граце, да, других центрах, уже благодаря сотрудникам Института, художникам-методистам, чьи эскизы мы видели вот в холодном зале, да, вот на полочках они стоят, произошло возвращение именно по истокам Хохломы той же, да, вот этой травной росписи, вообще Хохлома, вы знаете, происходит от старообрядческих росписей, да, травной от нами, и создавались уже такие предметы, которые сочетают, как в духе народного искусства, красоту и пользу. Не выставочные только образцы, как вот базы, да, в 50-е годы, которые, или там, да, блюда вот такие, которые экспонировались, действительно создавались для выставок, чтобы продвинуть народное искусство, потому что оно еще было предметом экспорта в 20-е, 30-е годы, позволило экономике, да, как-то выстоять, и поэтому высокохудожественные промыслы, они все производили, да, изделия на экспорт, кружево, да, роспись, и это, кстати, было благодаря тому, что в предшествующий период художественный Кустарного музея, Кустарный музей сам, он продвигал русский стиль, который у нас представил отдельную экспозицию, то есть это неразрывная такая преемственность, да, просто уже в новых реалиях государственных происходило, но, действительно, это были такие предметы выставочные часто, да, которые шли на экспорт, а уже в 60-е годы, именно когда уже пошла такая художественная промышленность, и промыслы стали частью местной промышленности, создавались вот такие образцы, там, набор, например, для яблок, да, набор для кваса, да, и это создавалось ведущими художниками промыслов, которые постоянно повышали свою квалификацию, получали звание заслуженных художников РСФСР, то есть вот этот уровень, про который мы говорим, которого сейчас, к сожалению, да, не всегда увидишь, потому что вот эта связь разорвалась, да, государственная система так уже не работает, вот мы как бы видим, на что мы можем опереться. Можно посмотреть, да, как развивался промысл, например, в том же жесткого или в нижнем долье. Роспись подносов, она началась с нижнего дольела, еще в 18-м веке, как вы знаете, но она, да, прекратила свое практическое существование с начала 20-го века, а вот жесткого стало развиваться, да, тоже наследовая традиции 19-го века, и вот начиналось все вот с таких подносов, которые были выполнены по эскизам художников, как раз в странном музее. И далее уже появилось поколение мастеров, которые осваивали собственную традицию промысла и уже в духе декоративного искусства создавали композиции различных формов относов, вот то жесткого, которое мы сейчас знаем. Тоже здесь есть своя эволюция, например, четко сразу видно, как уже были в промыслах различные между 50-ми годами, да, и 60-ми годами, когда как раз в такой суровый стиль наступил, в организм, возвращение функциональности, и вот появились, да, как привезли к эстетике. Нижний Тагин, соответственно, возвращался тоже к своей традиции, и вот эти подносы с коллекции музея 70-х годов уже, они об этом говорят, здесь мы видим, где там был роспись, озвучки, да, в райской такой истории, ну, а это великолепные такие земля, у нас достаточно большие, это просто отсылка к тем подносам, которые стояли на столе, устроили компортамент, именно характерно для Нижнего Тагина. То есть мы раскрываем через эту традицию, вылетаем из каждого промысла, да, его язык, и у каждого промысла своя история, да, рассказать можно бесконечно, вот, не буду сейчас, да, вы задержите внимание, но, опять же, металл у нас представлен в разных техниках, разными промыслями, и, в основном, село, в соседческой юридии, да, то есть там, активно было, и село и падает, вот это тоже существует, в той или иной степени, в том числе, да, с той стороны, у нас предоцены, это, в первые, да, расставляется в правую высоту, предоцены металла, это Северная Чеха, наша любимая, при том, что мы тоже видим здесь такую разницу по времени, наверху у нас пятнадцать таких стакаников, пятнадцать советских республик, на год, да, главный пункт, который сделал Шелековский, а ниже, вот эта вся, да, композиция, это там, например, пункт, это такой набор, который символизирует, как раз, в шестнадцатом году, начиная интерес к кондюру, вот, ну, мы, сказка, да, ну, как там, вот, здесь действительно хочется находиться, буквально, вот, мы действительно на такой полосе, с которой ведет запуску спутника монументального панно работы Анны Кораблевой, это был, да, художник в лаборатории кружева, научно-исследовательского института промышленности, она работала с промыслами и головацким кружевом, да, и леским, создавала эскизы, а при ней, естественно, кружевницы, да, все записи, и что характерно, вот, в 50-60-е годы, то есть это были именно монументальные панно, которые вставлялись на выставках, и Анна Кораблева за большое панно «Русские мотивы» в Брюсселе получила там принт, да, то есть вообще искусство наших кружевниц и вышивальщиц, оно еще и до революции ценилось, да, и после получала высшие такие награды, но, соответственно, вот ведут к этому, да, панно, такие, у нас такая галерея, да, шали Павловского посада, здесь тоже такая очень эстетская подача, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, мы можем увидеть и композицию, и технологию печати, и, на самом деле, с техническими работами, ведущих художников Павловского посада до сих пор, и нет вот эта роль художника, она такой метод на пьедестал, они всех своих знают, в отличие от других промышленных, которые потеряли художников, куда уже, вот, здесь, да, мы видим, действительно, такие шали, которые, в общем, повторяясь, отличаются в 10-х годах, да, с такими родителями, там, в 40-е годы, здесь есть и науки старых мастеров, да, его, вот, и он здесь представлен, тоже, наверное, такая дань памяти, получается, Виктор Забурицкий, главный художник на протяжении мастерства областовки, но фактор, к сожалению, скончался этим летом, но мы представляем, вот, такой платок, нам тоже дань уважения и понимание, да, что, вот, от художника на промышленности зависит практически все, да, вот, классифровый, творческий, да, такой образ. Ну, и далее у нас раскрываются дальше вот такие нефы, ковровая история, совершенно удивительная, впервые, потому что мы ее показываем по времени, и ковровые у нас отлично новые, в смысле, сама коллекция, но мы показываем два центра, да, опять же, матрица, с одной стороны, у нас курские ковры, курских фабрик, с другой стороны, Дагестан, и вот мы видим здесь сюжетные ковры, да, как раз эпохи 50-х, но они, видно, что плодь от плоди наша орнаментальная культура, дагестанская орнаментальная культура, все это очень логично ложится вот именно в эстетику народного искусства, вот наверху, все эти, да, яркие, там разные, по-разному называются, вот плоди, сами вот эти цветочные поляны, и это действительно наша такая айдентика, как еще можно выражаться, она пробивает все какие-то, да, кульпоны, потому что, ну, вот составляет нашу сущность какую-то, и дополняет в любом мнении у нас эту историю, куда мы встретили образцы, лучшие образцы кружка, колороз, лоя и склала, что же можно посредить ванную историю, да, вот, вверх, да, здесь мы представим будущего, да, потому что представим более высоко, предметы более поздние, которые уже внедрялись в моду, да, в современный костюм, но начиналось это с теми таких кузовичных образцов, ну, и с фатинок, конечно, делали салфетки и так далее. Образцы вышивки, ныне действующие у нас представлены промыслы, санежская вышивка, то, что село Шуньба, но это еще ручная, да, домашинная, все сейчас делают сувенирную продукцию, да, мы показываем тут на постройке, крестецкая строчка, известная, новгородская, да, мастерская вышивка, золотная шестьюграца, ташка, то есть наоборот, простите, да, тарусской вышивки, у нас котелоке, да, тарусские тоже сейчас гостят, и монументальный панно, которое вы видите, да, опять же, как в Снега Украины, создаваясь специально для выставок и Нарушно-советским институтом, как-то, да, вывозились и презентовались на разных смотрах. Дополняет наш вот такой ряд, да, выжигнул текстильный камень, у нас здесь вообще все про землю, и вот куратор художественной, да, этой выставки, именно как на промершение, она, собственно, начала, да, вот этот проект с такой подачи промыслов, как стихии природы, да, этот материал, это связь, да, буквально с огнем, с водой, да, вот с этими всеми базовыми, да, сущностями, благодаря которым рождаются художественные произведения, и здесь у нас действительно текстиль, да, все растет из земли, у нас здесь камень, керамика, собственно говоря, и вот камень у нас здесь представлен совершенно изумительный, мы раньше тоже его не показывали, в таком объеме, это Тувинский лесный камень. Он поступил к нам вот такой коллекции в лучшие образцы художников 80-х годов, да, немного ранее, которые, вот, получается, создают такой образ степи, да, образ Тувы, и микологические здесь есть, вот там, дракон исключательный, и Арслан, тоже такое мифическое существо, и вот эти характерные животные, тоже, да, говорим о неразрывной связи человека-природы в традиционном кладе. С другой стороны, Варнуковский камень, это Нижний Новгород, до сих пор действующий, тоже, прокрасил. Ну, я обрамляю, вот здесь у нас такие шкафы, да, образованные, показывают для хранения, керамический центр, демокрская игрушка, которая была выкручена, кжеля, о которой мы говорим очень много, но вот мы показываем ведущих художников, которые сегодня должны тоже приятно открыться, и козынки Тудоровского, и, собственно говоря, вот здесь у нас стоит, например, с чего началось возрождение кжеля, тоже сотрудникам лаборатории керамики Бессарабовой, Натальи, лаборатории керамики НИХП, вот мы делаем такой образец, кувшина, в традициях, на самом деле, паянса, вызвавший парфор, да, мы так вот возрождали именно, беря вот эту традицию, именно паянса, такого, белого-голубого, но 80-е годы стали возрождать и майолику, вы знаете, что кжеля, она, собственно говоря, была майоликой в 18-м веке, и вот замечательные художники Бурген, Зайцы, и стали потерять внимание именно этому направлению, так что кжеля у нас вот представлена такими двумя странами, да, характерными именно для них, ну, а далее к дагестанским корам очень хорошо подходит керамика Балкара, мы говорим о регионах, да, и о разных народах России, народы России у нас сейчас представлены как раз дагестанским искусством, о смене части экспозиции, поскольку это матрица, будет еще сменная часть, где мы будем показывать крупные коллекции, вот здесь такой получается экскурс по региональное искусство такое, да, очень тоже древнее, с богатой орнаментальной культурой, художественной, и ее тоже открывали здесь широкой публике, ведущий следователь, Евгений Шелинг, он еще и поэтом был, кстати, многие были художниками, поэтами, поэтому хорошо чувствовали красоту вообще народного искусства, традиции, и восстанавливали вместе с болхарскими мастерицами технологии, показывали это на выставках, благодаря вот этому вниманию к себе мастерицы стали делать вот такую жанру по мотиву болхарской керамики игрушку, можно сказать, скульптуру, это действительно было уже таким явлением 20 века, но как раньше каждый гончарный промысел сопровождался игрушкой, были вот такие игрушки для детей, вот здесь у нас уже вот такая жанровая история, так же как дымки, начиналось все с простых форм, а дальше уже художницы 20 веки стали создавать статистическую культуру, ну и заканчивается здесь у нас хроническая история, совершенно нефотичная история, они были слабы, 19 веки получали, опять же, нахимик выставках в 1900-х в Париж, например, на Грассе, и, как и многие промысел, скопин с 40-х годов практически потерял свой уровень, не остался практически без всего, вот здесь мы видим такой символ, что представлял собой скопин до захода туда сотрудников лаборатории кераминной НХП, а вот когда они зашли, стали, как сказать, возвращаться к технологиям скопина, к формам, собирается музейная коллекция образца 19 века, начался такой подъем и приходят уже профессиональные художники и действительно поднимаются скопин на небывалый уровень, здесь представлены работы ведущих мастеров и очень разнообразные формы, то, что я говорила в начале, здесь не всегда по хронологии или по авторам вот так вот по полочкам, а здесь все-таки мы говорим об образах, особенно скопинайта, касается пожалуйста Нептун, тут у нас кентавр, Гапфот и в общем для детей, для любого человека наверное это то, что как раз и увлекает народным искусством, будет фантазию и вообще вызывает улыбку, это тоже очень важное качество искусства наверное и вот народное искусство оно про жизнь, здесь мы видим такие совершенно монументальные истории бывший сейчас главный художник Скопина Татьяна Голованова должна тоже сегодня приехать надеюсь на открытие то есть нам очень важно он называется любви пока живой вот очень важно поскольку 90-е годы очень сложно складывалась в каждом промысле история и вот значение художника часто утрачивалось на предприятиях нам очень важно держать контакт с художниками вот эту преемственность представлять и например первой такой сменной выставкой к этой нашей монументальной истории будет выставка Татьяны Петровской мастера в Желе она сегодня тоже будет она преподает в Желеском университете сейчас который сохраняет целевые традиции в Желе на самом деле вот это тоже разговор о мэпе ее на преемственности